Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, что такое люфс. Вообще, это ролик для свидосников, для тех, кто уже хочет выкладывать свои треки на площадке, для тех, кто очень хочет разобраться, как сделать грамотный баланс громкости, именно в плане того, насколько громкий должен быть трек. Это про громкость, в принципе, финального мастеринга, да, то есть вашего сделанного трека уже. Значит, первое. Люфс — это, по сути, средняя громкость на каком-то кусочке вашего трека. Вот и все. Это вот если простым языком, без всяких там заморочек. Это было придумано для того, чтобы ваши треки не выбивались по громкости по сравнению с другими исполнителями. То есть, допустим, если у вас ED, минус 5 люфс, да, там скриллис какой-нибудь очень громкий, то, понятное дело, это будет гораздо громче, чем какой-нибудь ло-фай или там джаз, да, например. Чтобы такого не было, на площадке сделали такой вот средний уровень баланса громкости, чтобы не выбиваться, чтобы не травмировать уши слушателей, которые захотели резко после джаза включить, например, жесткий дедстеп какой-нибудь, да. Вот, в общем, для этого это нужно было сделать. Поэтому мы, как музыканты, продюсеры, которые выкладывают музычку на площадке, должны об этом знать, помнить и следовать стандартам, да, для того, чтобы наш трек не исказился по качеству, не появился лишний дисторшн, чтобы было все четенько, чистенько, точно как мы слышим в нашей давке. Вот для этого нам это нужно в этом разобраться. Поехали всем приятного просмотра и рассмотрим, какие нам нужно знать моменты. Поехали. Давайте на конкретном примере покажу, что такое люфс, а потом разберемся с табличками и стандартами. Во-первых, люфс можно отчекать через бесплатные плагины, например, как U-Lin Loudness Matter, да. Вы включаете самый громкий ваш кусочек трека. В данном случае у меня такой около EDM-ки, то есть достаточно громкий будет трек. Я включаю его где-нибудь в припеве, да, в своем, где у меня прямая бочка, там жесткий бас. Итак, я включаю анализатор, он у меня стоит на мастере, самый последний в цепочке. Вот, и что я вижу? Я вижу какой-то график. Но самое главное, я вижу люфс, да, вот видите, люфс integrated, люфс short term, еще много различных показателей. На что мы смотрим? Мы смотрим именно на integrated, то есть средняя громкость. Short term может иногда отличаться от средней громкости, и он может иногда показать криво. Short term это просто он берет, в данном случае, вот внизу можете прочитать, 3 секунды он берет, а integrated он берет весь трек по громкости, то есть вам нужно от начала до конца его в теории сыграть, да, но я в данном случае беру самый громкий, потому что выше этих значений трека не будет. Все площадки смотрят на это. Все, запомнили. Второй момент, который нам важен, помимо этих, это true peak. Нам нужно добиться такого значения, этого true peak, сейчас мы рассмотрим, что это такое, чтобы он был минус 1, либо еще меньше. Как видите, он у нас даже выше нуля прыгает. Это плохо, потому что качество на площадках будет из-за этого хуже, да, нашего трека. Как нам добиться этой нормы? Во-первых, нужно рассмотреть стандарты, к чему мы должны стремиться. И это, хоть и табличка 20-го года, в принципе, суть особо не изменилась. Примерно так и все и осталось. То есть Spotify это примерно минус 14, минус 13, но опять же можно на их сайте зайти посмотреть. В любом случае громкость, если у вас будет сильно тихий трек, Spotify добавит громкости, если сильно громкий, он убавит громкость. Поэтому в любом случае сильно париться по этой теме не нужно, главное, чтобы под стандарт подходило. Ну и, собственно, на всех площадках по-своему. И видите такую внезапную штучку, как пик. Потому что все смотрят в основном на люфсы, но почему-то на пики некоторые не смотрят. Я на некоторых роликах тоже это замечал. Есть понятие true пика, которое по факту реально вот самые громкие пики высматривает и будут искажать ваш трек немного. Чтобы такого избежать, нам нужно либо в озоне, либо в любом лимитре, допустим в озоне, да, мы выставляем такую штучку, как true пик, мы на нее нажимаем, трешку пока не трогаем, да, и выставляем целлинг. Целлинг как раз таки это наш будет баланс true пика. Сейчас мы сделали так, что наш пик будет минус один. Собственно, как и большинство площадок и требуют. Итак, мы смотрим наш, да, еще раз юлин, да, и смотрим, что у нас true пик стал минус один. И это хорошо, потому что в этом случае на площадках у нас не будет искажения, да, то есть минус один это то, что нам нужно. На некоторых просит минус два. Если вы вдруг боретесь за то, чтобы, блин, ну как, на минус один децибел стало тише, да, то это плохо. На самом деле пофиг, потому что, в принципе, один децибел слушатель вообще не заметит, но заметит искажения в треке, если у вас, допустим, будет не по правилам площадки. Поэтому лучше сделать чуть-чуть тише, но зато будет меньше искажений, и площадка, если что, в любом случае, там добавит громкости, если у вас сильно тихий трек. Вот, это такой вот момент, очень важный. В FF2 то же самое, вот True Peak надо включить и сделать здесь, в данном случае, минус один. Все, все довольно-таки просто. Если вам нужно здесь люфт чекать, вот можно loudness включить в FF2. По сути, ролик можно на этом заканчивать, да, но на самом деле еще стоит сказать про такие вещи, как упрощающие работу вашу, да, и вообще в целом жизнь, как чекающему люфт. Есть такой удобный плагин, как loudness penalty анализатор. Он позволяет вам оценить, какая громкость будет по факту на площадках. И сразу же об этом узнать и послушать. То есть, в данном случае, при моем значении люфт, да, у меня будет такое, что YouTube сделает потише, Spotify сделает потише, Tidal сделает потише, iTunes на один сделает потише, да. То есть, он уже автоматически подбирается под эти стандарты, и вам не нужно вручную смотреть и каждый раз сверять. Ну, это гемор реально. Проще поставить плагин, который будет сразу вам показывать. Типа, ага, на YouTube будет немножко тише, поэтому, в принципе, еще люфт добавлять вообще нет смысла, да. Можно даже еще поменьше люфт сделать. Как сделать меньше люфт? Меньше сделать трешхолда, либо входящего сигнала, да, инпутом. У меня в данном случае стоит клипер, я могу в клипере сделать меньше драйва, либо сделать меньше инпута. Ну, короче, как вам удобнее. Вот, поэтому стремиться прям за сильно большой громкости вообще нет смысла. Реально нет смысла, потому что это особо вам ничего не даст. Но есть еще момент, да, очень важный, что на концертах вы, по сути, можете включать не трек, который будет на площадках. Вы можете на концерте включить очень громкий трек по люфтам, который будет минус пять, даже минус четыре, если вы какой-нибудь жесткий там дабстепщик. Вот, и это будет реально очень плотно и громко, да. И вы можете для концертов сделать свой, скажем так, люфт, а для площадок уже свой, да, ну, то есть который по правилам будет, который будет немножко тише, но зато будет не таким искаженным, да. А на концертах уже можно прям максимально всратым, мощнейшим, жирнейшим сделать громкость, потому что пофиг, это же ваш концерт, да. Поэтому, в принципе, об этом тоже думайте, не думайте, что один трек, который вы сделали, он будет везде одинаково звучать. Нифига, он будет везде по-разному звучать. Вот, и поэтому, чтобы как-то усреднить, лучше сделать по каким-то усредненным правилам площадок. Ну, собственно, такой вот моментик. В общем, какие еще плагины могут вам помочь? Просто озоном вот таким, чтобы надбивать громкость. Самое главное, включайте самый качественный способ обработки, чтобы сделать меньше искажений, опять же, меньше пампинга, который может появиться, если слишком вы выставите трешхолд. Трешхолд, по сути, делает больше люфс, но будет более всратое звучание, если у вас плохое сведение было изначально. Опять же, гнаться за большим количеством люфс, это значит, что ваши площадки будут все равно понижать вашу громкость, и у вас будет еще просто немножко искаженный звук, что не всегда нужно. Если у вас бразильский фонг там, или deadstep, то, как и по-моему, пофиг, на самом деле люфс можно смотреть и так. Есть такие замечательные плагины, как Loaded and Spelanity, либо еще можно бесплатная версия закинуть на их сайт ваш трек. То есть, допустим, я могу как сделать? Я могу этот трек выгрузить, да? Сейчас я сорендерю его. И вот я сюда перетаскиваю тот рендер, который у меня получился. Он немножко подумает, то есть он посмотрит реальное значение люфс на протяжении всего трека. И вот, как видите, я ее очень близок к стандартам, потому что вот YouTube всего лишь на полтора доцебела сделает тише, но, в принципе, это пофиг. Apple сделает на минус 3. То есть, в теории я могу даже люфс меньше сделать. То есть, как это можно сделать? Просто на каком-нибудь из плагинов, допустим, сатуратора, ой, не сатуратора, а клипера или лимитера, сделать меньше входящего сигнала. Допустим, input могу сделать минус 1.5, и я четко в ноль попаду по громкости. Либо в озоне сделать threshold меньше, либо еще и также input сделать меньше. Короче, вот такая вот идея. Стремиться к люфсам можно, и даже в каком-то смысле нужно, чтобы уплотнить свой трек, но не обязательно, как можете заметить. В принципе, сейчас спокойно за громкостью не так важна, потому что люфс это все равно будет уравнивать, и площадку уравняет, так или иначе. Тем более, алгоритмы сейчас улучшаются, и все ровнее, ровнее громкость становится. На ютубе можете сравнить, включить какой-нибудь Doom трек и какой-нибудь лайтовый low-fi. И, в принципе, вы заметите, что разница по громкости небольшая. Это вот такой тоже можно эксперимент провести. Казалось бы, вроде бы и все, да, что касается люфс. Но на самом деле еще стоит сказать, что люфс, если вы повышаете, да, то есть чтобы ваш трек стал более плотным, громким, да, то есть минус 10, минус 8, минус 6 люфс. То есть чем выше значение люфс, тем плотнее трек по громкости, но тем больше, возможно, будет искажений и меньше динамики будет. Соответственно, ваш трек может звучать хуже, более искаженным, более таким, как бы всратным, да, можно сказать. Чтобы такого избежать, давайте рассмотрим пару моментиков, которые вам помогут сделать ваш звук более громким, если вы это действительно хотите. Поехали. Во-первых, что вы можете сделать? Вы можете на отдельных своих треках, ну, то есть имею в виду дорожках, да, в данном случае у меня играет, что голос, кик и бас, да, по сути, в основном. Вот наш бас есть. Голос там и так далее, да, кик. В теории я могу сделать премастер. И премастер, типа, он может вам обеспечить больше запаса по громкости и, соответственно, сделать ваш трек более плотным. Что для этого вам может пригодиться? Динамические, скажем так, элементы. То есть, допустим, чтобы во время удара кика бас становился тише. И так у меня есть, да, это выполняет у меня функцию шипербокса. Для чего это нужно? Для того, чтобы бас не накладывался на кик и не давал сильно большую громкость. Потому что, по факту, будет искажение, которое вам не нужно. Поэтому сайдчейн, это помогает, особенно в EDM-ке. Это первый момент. Второй момент, что вам может пригодиться? Это различные компрессора и лимитры. Я могу, и мне никто не запрещает, сделать вот так вот. Накинуть лимитер на бас, отдельный, да, свой лимитер. Включая пока кик. И вот у меня идет бас. Вот видите его динамику? То есть он, в принципе, то громкий, то... И со временем становится немножко тише. Я могу в целом зажатым альтом добавить гейна. И, как видите, он начинает сжимать бас в самых громких моментах. В принципе, суть баса не меняется, но при этом уравниваю громкость, и тем самым мастер не будет в каких-то моментах сильно прыгать по громкости от моего баса. И тем самым люфс может еще чуть больше добавить. Потому что будет меньше искажения от того, что не будет накладываться сильно много громкости. Но опять же, это по ситуации. Зачем я с альтом зажимаю? Для того, чтобы аут у меня уменьшался пропорционально к гейну, которому я добавляю. Потому что если я добавлю гейн просто вот так вот, у меня баса тупо громче станет. Но мне нужно сделать его не громче, мне нужно сделать его именно плотнее. Да, поэтому я добавляю с альтом зажатым. Особенно это важно, на самом деле, на особо динамических звуках. То есть, допустим, на кике, на каком-нибудь, на снейре, там, да, на вокале тоже это важно. То же самое здесь с киком. Тоже могу пролитку взять. И вот этот самый пик немножко сжать. Да, вы потеряете атаку. Если, допустим, это будет вообще всрато. Да, то есть, это будет в миксе плохо. Допустим, я хочу вот этот немножечко мощный панч, да. Вам нужно найти баланс, в общем. То есть, если будет очень много гейна с меньшим аутпутом. Будет такой, как будто зажатый сильно кик. Вы можете найти среднее значение для того, чтобы сделать так, чтобы и не было сильно жесткой атаки, и при этом кик чувствовался. И опять же, мы, по сути, сделали минус 4 децибела в начале этой атаки кика, что, в принципе, даст нам еще больше запаса громкости по люфсам. И можем еще больше зажать, в итоге, потом на мастере, без искажений инпутом, да, там, на клипере, на лимитере. Вот такие вот моментики тоже могут пригодиться. Все остальное уже по ситуации, да. Опять же, зависит от вашего подбора звука, от ваших ударок. Потому что, если ударки будут длинные, то будет плохо. Самый идеальный пример, идеального, скажем, такого люфса, это Skrillex. У него есть хороший разборчик Mumbai Power, там, и еще одного тречка, где он показывает, что у него люфс минус 5, но при этом звучит очень чисто. Вот, и это обозначает, что очень грамотно подобраны звуки друг к другу. Это самое главное, да. Хвосты звуков очень короткие. И сам трек звучит довольно-таки чисто, потому что нужно изначально прикольную идею, прикольно хорошие подобранные звуки, и тогда сведение мастера это раскроет. Не забывайте про это, это очень важно. Имейте сюда павку референсов каких-либо, для того, чтобы, если что, сравнивать. Допустим, я сейчас закинул Asap Ferga, да, просто как референс. Допустим, я хочу такой звук себе примерно. Я просто беру тоже Loudness Penalty, например, да, или измеритель, опять же, люфсов, да, чтобы мне было удобнее. И смотрю в каком-то самом громком моменте, сколько люфс в этом треке. Да, и просто смотрю, анализирую. Примерно минус 8 люфс, да. Ну, турпик тут и есть, потому что, может, немножко срато скачалось, там, и так далее. Вот. То есть вы можете ориентироваться на такой звук по этим люфсам, чтобы сделать ту же плотность трека. Если вдруг вам не хватает плотности, там, мощнейшего звука, да, там, как будто все как-то слабенькое, возможно, один из моментов, что у вас люфс недостаточно высокий. Ну и так с любым треком можно проделывать, можно с каким-то более лайтовым. Собственно, логика та же самая. Чем меньше плотности трека, чем меньше в нем каких-то элементов, тем он становится плюсом, меньше показателем, будет чуть меньше по громкости восприниматься. Референсы используются для сравнения вашей громкости вашего трека и трека референса. Хотите звучание, как в референсе, используйте такие моменты для того, чтобы оценить. Помимо еще этого, также, да, момент, который может вам пригодиться, какой-нибудь тонал баланс любой, да, допустим, от зоны, либо вручную просто сравнивать, просто каким-то файном. Смотрите, похожа ли вот эта вот волна на ваш трек, да, примерно. То есть много верха, средний низ такой, да, немножко упавшая такая серединка, но в целом подходит под вот это вот звучание. Если ваш трек точно примерно так же имеет тональный баланс, то, в принципе, ваши треки будут похожи с референсом. Вот такой полуразговорный ролик, надеюсь, было интересно и полезно для тех, кто сводит. Я рассказал свои мысли, реально то, что я считаю самым важным. Все остальное это уже по ситуации, да, и там эти мелочи, несколько процентов звука вам особо ничего не сделают в картину. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. Не забудьте поддержать лайкосом, подписочкой. Также провожу обучение по созданию музыки. Ссылочка в описании. Там будет все от битов до киношки, от сведения вокала до самых таких сложных тем, связанных с сведением инструментала и мастеринга в том числе. Поэтому для тех, кто хочет присоединиться, ссылочка в описании. Всем пока и до скорого.